В ДТП попало на Куро, который сотрудники МЧС планируют вытащить для того, чтобы пропустить транспорт, который уже в течение пяти часов стоит в фондаторе. В ДТП удалось расширить на несколько печатных дорог, которые ведут на Одессу, поэтому часть транспорта уже отправилась в сторону Одессы. А в сторону Николаева, вот сейчас в сторону Коблева, сейчас вот такая ситуация. Вот такая ситуация, здесь метет, очень сильно. Вот эта машина, да? Это не только она. А, там их несколько, да? Вот здесь. Сотрудники МЧС сейчас будут попробовать его вытащить от Люда. Сотрудники ГАИ. Сотрудники МЧС. Очень много автотранспорта здесь на МЧС. Если у вас есть какие-то знакомые, которые здесь застряли, или же которые собираются ехать в сторону Николаева, то лучше им не рекомендуйте сюда ехать. А если кто-то здесь застрял, то здесь работают сотрудники МЧС, которые готовы отдать помощь. Вплоть до того, что готовы доставить в населенные пункты. Теплые населенные пункты. Вот мы видим, одна хура здесь стоит, которая не может подняться. МЧС, которая перевернулась уже. Видите, у нас 19-х годов. Давай, что это было. У нас есть метеорит. У нас есть метеорит. У нас есть метеорит. У нас есть метеорит. Вот еще одна хура. Здесь много тяжелого транспорта. Я везу по сигнальным поездам. Тяжелого транспорта здесь очень много. Очень холодно. Видим, тут даже авария была. Здесь на мосту дорога не расчистена совершенно. Здесь мы видим в сторону Одессы три ряда транспорта. Тяжелый транспорт пытается подъехать. Дорога очень сложная. Здесь сложно идти, но ехать-то тем более. Не знаю, сколько сантиметров здесь попало снега. Но они погружаются просто в снегу. На дороге в сторону Одессы ситуация тоже сложная, но не настолько, как здесь, на трассе Одесса-Николаев. Начинаем от заправки Сакара и вот мы видим на мосту за кошарами. Такая ситуация. Здесь три ряда стал транспорт ехать в сторону Одессы. Одессы. Дорога пытается проехать сейчас в сторону Коблева, но это бесполезно, скажу вам честно. Уже какой-то транспорт поехал Поехал в сторону Коблева Значит нам удалось Удачить Коблеву Даже транспорт немного пошел Но я не уверена На несколько метров Пойдем немножко выше Пойдем в сторону Коблеву Держать очень сложно Возьми да Можно очень держать Ой ужас какой-то На самом деле здесь очень-очень холодно И просто люди стоят очень-очень долго здесь и очень сильно нервничают МЧСники дали мне свою куртку Свои перчатки У них была запасная Я красивую трансляцию с Одисса Николаев Здравствуйте На самом деле ситуация конечно вообще В этом Очень серьезная здесь На мосту Перед Коблевым Сложная ситуация Там тоже две поры столкнулись Машины проезжают сейчас Там транспортисты работают Он их разгибает Эти розовики А что на сайте нет? Наташа пишет А на стрим кинула на сайт? Да Последний Последний материал посмотри Про УЖКХ Да Да-да-да Зайди посмотри Там есть стрим Нету на сайте стрима Для тех кто подключился к нам только сейчас Рассказываем, что мы находимся на трассе Одесса Николаева Именно на мосту, который ведет Коблева Тут очень сложилась такая Сложная транспортная ситуация Потому что две фуры Сошли как бы с колеи Столкнулись и Они не могут выехать Их вытаскивать с помощью тяжелого транспорта Мы находимся Мы приехали сюда вместе с МЧСниками Мы сейчас находимся в машине МЧС Отогреваемся чуть-чуть У нас очень быстро садится батарея Потому что мороз И быстро Очень быстро заряды садятся все Мы пока не добрались до самого места Мы видим вот несколько фур Которые не могут подняться И им нужна помощь Машины стоят около пяти часов в пробке Не могут проехать Ну, очень слабое движение Пропускают в одну сторону Но очень слабое Нам, как нам рассказали специалисты Это случилось Ну, как бы, это случилось Потому что вовремя Они перекрыли ГАИшники трассу Должны были перекрыть В соответствии с штурмовым предупреждением Должны были перекрыть ее сразу же Но так как движение продолжалось Образовалась вот такая вот ситуация Вообще сейчас никому не рекомендуется Выезжать на улицу В такую погоду Выходить Выходить, ну, можно погулять Но вот выезжать на транспорте Это очень рисково Отогрелась? Чуть-чуть На, возьми перчатки Это МЧС не пидали Ты же тоже без перчаток, да? А как работать в перчатках? Ай, слушай, у меня же есть У меня же есть этот Выкога-то у меня есть Точно Можно же в перчатках С этой штукой работать Потому что так задувает, что я боюсь Так что, там есть эта фура, которая столкнулись они? Ты видела их? Или мы не дошли до них? Я нашла фуру, в которую врезалась другая фура То есть там было повреждение По всей видимости, это два автомобиля Которые сделали затор здесь, на мосту Но говорят, что там дальше, ближе к Облево Еще есть автомобили Которые, тоже фура одна Которая тоже перекрыла дорогу Сейчас будут пытаться вытащить одну из фур Вот эту, наверное Которая сейчас стоит возле нас В общем, будем смотреть Должен подъехать транспорт Стиса Помочь здесь Вытащить эту машину Вот такая ситуация Мы видим сейчас Уже едут автомобили в сторону Одессы Так что будем надеяться Что за сегодняшнюю ночь Как-то эта пробка расцесется Уже в течение пяти часов люди стоят Многие Ну все, Олечка, давай Возвращайся Мы сейчас продолжаем Продолжаем нашу трансляцию Трансляцию продолжаем без света Потому что садится очень быстро аккумулятор Сейчас моего Телефон Я просто боюсь выключить телефон Поэтому Ничего страшного, все нормально Она не прекращает Боюсь его выключить Видишь, у меня тут вот такая штучка Простите, дорогие телезрители Мы пытаемся на штатив Держи, держи, держи Все Посидели на штатив-камеру Одеваю перчатки Одеваю перчатки И выхожу опять Мы обогреваемся в машине МЧСников В легковом транспорте Нива называется Называется Нива Она, да Правда, выключили мотор И теперь ноги мерзли Ну, ничего Тут хоть не дует Сейчас выйдем на улицу Там дует очень хорошо Это мои, да? Водители нервничают Многие Очень сильно Кстати, мужчина шел с вещами Видимо, не доехал С какого-то автобуса И пришел с вещами С сумкой дорожной И с пакетами Подержи, Олечка Этот самый Потому что здесь нужно Ищем держать Нужно держать этот Так, где? Ты где? Открыла? Да Нет, еще не могу найти Где же? Там в самом начале Да Да И ты ручка Вот так Вон, хлопцы кудись побегли Побегли, побегли хлопцы Опа Вот это же Мы сейчас Погинаем на трассе Одесса Николаев На мосту На На Зелегульском Недалеко от Коплева Здесь На мосту Создалась Очень Сложная Ситуация На мосту На мосту Образование Зато На мосту И На мосту Автопобиль Пытается Выехать Объехать Фуры Его немного Заносят Но здесь Очень сложная Очень Ужная Ситуация Сейчас у меня Болюхура Пытается Ехать Потому что Я не знаю Как он Сможет Я больше Был Где-то Недавно Которая Которая Получила Повременение Но Ничего Так Поехал Проехал Слава Богу Одна Из кур Здесь На обочине Она Не может Подняться Куры Вообще Здесь Очень Много Тяжелого Транспорта Здесь На мосту Они Поехали В сторону Одессы Я слышу Как общаются Сотрудники МЧС И ГАИ Говорят о том Что Подъезжает Тяжелый транспорт Уже И будет Вытаскивать Автомобили Которые Застряли Здесь На мосту Уже Хорошо Здесь Очень много Снега Здесь Не чистилась Дорога Если она чистилась Наверное Очень давно Сантиметров Есть Наверное Снег Сейчас Мы подойдем Немножко Ближе Вот эти Двипуры Которые Объехали И здесь Остановились Чуть выше Мостая Опять Здесь Пробка Вот такая Ситуация На дороге Одесса Николаев Напоминаю Здесь Уже Пять часов Стоит Пробка Из автомобилей Притом Дорога Была Перекрыта Днем В обе Стороны И как Нам Сообщили сотрудники МЧС Автомобили Стояли В четыре Ряда Ну Буквально Несколько Часов Назад Вот Мы видим Пассажирский Транспорт Едет Который Я фактически Не слышала Мне водитель Посигналил Несколько Часов Назад Дорогу В сторону Я вот Вижу Люди Идут Сейчас Попробуем С ними Пообщаться Здравствуйте А вы Пешком Идете Вы Возвречают Возвречают Вы Ехали С Николаева А Докуда Эта пробка Это Прямая Трансляция Я вас Спрашиваю Да Это В интернет Идемте А тут Все равно Ничего Не видно В основном На вас Тут Докоблева Да Не так далеко Но там Просто Большие фуры Не могут Выехать Давно Вы стоите Давно В этой пробке Мы Недавно Да И у нас Было Очень Хороший Водитель Поэтому Мы Уболтали 40 минут Понятно Хорошо И вам Удачи Здесь На такие Отчаянные Шаги Преодолеть Пробку Автомобильную Пешком Идут Многие Ну В основном Те Кто Едет Или на Такси Или Каким Нибудь Другим Пассажирским Транспортом Потому Что По другому Пройти Через Этот Затор Это Просто Невозможно Автомобили Стоят Сотрудники МЧС Своим Транспортом Сделать Ничего Не Могут Ну Что Там Решили Да Я говорю Только Быстрее Говорю Отлично Спасибо Ну Что Решили До Аду Вытащили Надо поднимать Те пуры Которые Приятно Подъем Ждем Значит Большой Трактор Ждем Еще Большой Трактор Хорошо Спасибо А он Скоро Приедет Он Пригодит Ага Там Сотрудники ГАИ Перекрыли Дорогу Да Перекрыли Кокары И там Низу 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 Ну Многие Водители Просто Смотрю Объезжают Может Кто-то Объезжает Может Видят Сейчас Вернется Наши машины Попробуйте Уже Смотрю Вернется С моста Сегодня Идут Нижним мостом Там же он Дыряв Ой А там Нижним мостом Кто-то решил Может решить Проехать Вот Такая ситуация Сейчас На дороге Мы с вами Находимся На мосту Который Ведет Накоблева Вот здесь Вот стоят Автомобили Стоят Сейчас В один ряд В сторону Николаева А буквально Несколько Часов Назад Здесь Машины Стояли В четыре Ряда Мы видим Автобус Пассажирский Николаев Николаев Одесса Люди Тоже здесь Долго Стоят Не будем Заходить Их Спрашивать Одесса Херсон Вот здесь Вот Фура Между Ними Стоит Нам Навстречу Едет Какая-то Машина Пока машина Светит Фарами Можно Покудреть Сколько Снега Здесь На дороге Люди В один ряд В один ряд И легковой Транспорт В другой Здравствуйте Здравствуйте У нас прямая Трансляция В интернет Скажите Долго Стоите здесь Четыре часа Четыре часа Службы как реагируют Приезжают Нам говорили сотрудники МЧС Что они могут привозить теплое питье Да мне на моем Я вспомню А Ага За ребенком в школу ездили За ребенком в Южный что ли Ездили в школу Да Понятно И здесь застряли Сегодня же суббота Да Сегодня последний день Сегодня последний день учебы Понятно И что ребенок Замерз Замерз Да Надо теплое питье Наверное Ну говорят Что сейчас подъедет уже Трактор с тисой Будет вытаскивать Там две Больше даже Чем две фуры Там на мосту Там нужно поехать Впередом Ну да И поэтому В эту сторону Открыли проезд Скажите Давно Вы вообще сталкивались С такими погодными условиями? Конечно Где? На Киевской трассе А у нас здесь Мне кажется Что давно Такой ситуации Не было на дороге Ну это авария Что с обеда Ну так не холодно Да? Терпимо Терпимо Говорят даже заправить могут Могут Да МЧС Даже могут заправить Пообщались немного Много с водителями Здравствуйте Вы уже едете? Немножко Я не путаю Деньги Только слышно Вот такая ситуация Сейчас на трассе Одесса Николаев В два ряда В сторону В сторону Коблева Сейчас все водители Вот так он продвигается Потихонечку Видимо им открыли дорогу И Они потихонечку Двинулись Легковой транспорт Двинулся В сторону Коблева Водитель рассказал Что он Стоит здесь Четыре часа Поехал за ребенком В школу И застрял в пробке Сложную погодную Сложную ситуацию На дороге Кроме погоды Еще и спровоцировали Спровоцировали Грузовики Которых Здесь очень много Сейчас Я возвращаюсь обратно В автомобиль МЧС Вот видим Как тянется Уходим из автомобилей У меня к сожалению Уже осталось 15% заряда На телефоне Этого хватит Ненадолго Уже 14% В телефоне Осталось Поэтому еще минут 10 Наверное Мы с вами Водители В основном С которыми Я общалась В принципе В нормальном настроении Ситуацию понимают Машет даже Водитель автобуса Помахал мне сейчас Из окна рукой Я ему тоже ответила В общем В принципе Они не очень нервничают Слава Богу Сейчас из Тиса Сюда На мост Должен приехать Раптор Который Поможет Вытащить Ловики Вот такая очередь Из автомобилей Танец Здравствуйте 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 У нас стрим Да У нас стрим Спасибо Очень правильно Сказала водитель У нас же прямая Трансляция в интернет Поэтому на ИГВ Едет осторожно Здесь наверняка Очень скользко Поэтому Как-то так Стало демно Ой Это очень большой Транс Я боюсь Это автобус Да Автобусы перед этим Нет Гуры проходили Очередь желающих поехать Сюда Который Слава Богу Уже закончилась сон Не Непро Её Стоит Нет Нет Не Если Не Нет Нет Будем Отдай пыск Как Е Gab Я flex Е Перем Спасибо Я Стоит М Затем ничего не видно. Боря провод улучшилась здесь, на мосту. Но она никуда и не двигается больше. Автомобили больше никуда не движутся. Они остановились. Может быть, из-за того, что автобус очень осторожно передвигается. Сейчас я буду делать в нормальной ситуации. Мы можем, чтобы не было, как я там проехала. Какой-то водитель нападает водителю автобуса в проезд. Время, когда берем, берем, берем. Продолжение следует... 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 Если, вот сейчас мы видим сотрудники МЧС, здесь работают, договариваются, как они будут тянуть фуры. Кроме того, сотрудники МЧС нам сказали, что они готовы оказывать любую помощь, в том числе и привезти бензин, если будет необходимость за деньги владельцев транспорта, подвезти теплое питье. Но, кроме этого, они готовы, Кура пытается сейчас выехать, сейчас мы с вами выйдем на улицу, посмотрим, где эта ручка. Но Кура успешно выехала, насколько мне понятно, самостоятельно. Готовы сотрудники МЧС подвозить теплое питье, у них в части есть большие термосы, и если будет такая необходимость, они привезут сюда чай и будут поить водителей, пассажиров, чтобы не замерзли. Также есть возможность организовать мобильные пункты обогрева. МЧС подвозить теплое питье, у них в части есть большие термосы, и в части есть большие термосы, и в части есть большие термосы. МЧС подвозить теплое питье, у них в части есть большие термосы, и в части есть большие термосы, и в части есть большие термосы, и в части есть большие термосы. Сейчас мы посмотрим, что творится полностью на всем мосту. Вот еще одна фура я вижу, припаркованная. Мы едем в сторону Ковлева. Мост, в принципе, здесь уже свободен. Один автомобиль У обочины стоит Еще две фуры Здесь и снега меньше Сотрудники ГАИ здесь Работают Середина моста уже свободна Но ближе к Коблево Я смотрю тоже Есть затор Сотрудники ГАИ пропускают Транспорт, который едет В сторону города Одессы Флаг Украины Да, это же сотрудники ГАИ Флаг Украины, который стоит И не падает Но метет очень сильно Сейчас мы с вами выйдем Немножечко посмотрим Но на холоде Аккумулятор очень сильно садится Давайте снова запустить Сейчас я выйду В сторону Одессы Только транспорт пошел Так что Это Их пропускают Я же помню Открывала Это у меня Однократно Нашла Метель метет Метель метет Машины Метались Сейчас только Одессы Наверное По этому Стояли Облим Встречая На Встречая Метель Встречая 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 Мы видим Скорость Аккумулятор И Встречая 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 Они пропускают. Они пропускают. И сейчас. День не прекращается. Вот. День не прекращается. Если все també обязательноがとう Nest, Здесь всё. Её. Здесь. Чтобы это не reopen. Продолжение следует. Кwersе такое. Какая-то сложная суть меркнутая птичка. Какая-то сложная суть. А что произошло? Пустили транспорт на Одессу и что? Неправильно сделали? Нет, нет. Все нормально? Там кто-то тормозит, как всегда. Здесь на дороге Одесса-Николаев очень сложная ситуация. Здесь образовался затор из автомобилей. Опять в обе стороны. В сторону Одессы и в сторону Николаева. Мы находимся сейчас на мосту. Машины здесь остановились. Но будем надеяться, что сейчас подъедет тяжелый транспорт, вытащить две хуры, которые там застряли на мосту, не смогли подняться. И ехать будет уже легче. Последний раз подобная ситуация, как рассказали нам сотрудники МЧС, была где-то приблизительно или в 2005-2006 году. Но вообще для нас это, конечно, очень нехарактерная ситуация. Нас так не заметало. В сторону Одессы тоже было днем на трассе Одесса-Южный. Тоже была непростая ситуация днем. Там несколько раз форы переграждали путь. Но благодаря предприятиям, которые расположены в Маломеджилутском лимане, удавалось их очень быстро растянуть. И поэтому там сейчас нет такой сложной ситуации. Какова ситуация будет завтра, неизвестно пока. Как говорят сотрудники МЧС, возможно, завтра будет перекрыта трасса Одесса-Южный. Пассажирский транспорт ехать туда не будет. Вполне возможно, что сотрудники ГАИ будут перекрывать дорогу. И не будут пускать транспорт из города. Но все это зависит от того, как ситуация сложится, погодные условия сложатся в течение этой ночи. Но, как говорят сотрудники МЧС, по прогнозу, пока улучшения погодных условий не ожидается. Часть транспорта уже разъехалась в сторону Одессы. Часть транспорта пропустили в сторону Николаева. Здесь работают сотрудники ГАИ Коминтерновского района. Они управляют транспортом для того, чтобы уменьшить затор на дороге Одесса-Николаев. Напоминаю, что пробка растянулась от заправки Сакара и заканчивая фактически до самого Коблева. Вполне возможно, что и дальше. Мы проехали от заправки Сакара и сейчас находимся в конце моста, ближе к Коблева. И здесь мы видим, что стоят автомобили по-прежнему. В основном пробка образовалась из-за того, что тяжелый транспорт, фуры не могут проехать. И пять часов назад причиной этого стора стали как раз две фуры, которые столкнулись и перекрыли путь. Водители, с которыми общались, к этой ситуации относятся спокойно, не нервничают, понимают. В большем напряжении я вижу сейчас сотрудники ГАИ. Да нет, отрулили. Что, вытащили? Нет, не вытащили. Это в смысле мы можем ехать? В смысле, что мы уже четко имеем информацию. Какую? Оказывается, что нам мешают те четыре-пять фур, которые стоят вот здесь. Возле нас, да, ближе? Вот, вот, иди. Ага. А здесь уже проезд уходный, просто они забили в варяда. Перед об этом он. Вот, пришел погрузчик, мы поднимаем эти раз, два, три. Там три, здесь две, пять. Угу. Мы, в принципе, уже потом регулируем движение. Погрузчик уже есть, да? Уже на месте? Погрузчик, сказали, что уже на рандеву. Вот идут люди. Бегут? Бегут, да. Решили... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Ой. Пусть и передача. У нас падает связь. Возвращается связь. И решили идти в швом. Здесь вообще уже свободно. Но ветер поднимается. Здесь мы не будем никому мешать. Мы включили фары, нам ничего не видно. А зачем тебе? Мы транслируем в интернет. Да, скажи, может, транслирую, что ли, нет ничего. Да. Но возле рандеву это вот буквально здесь. Нескольких сотен метров. Вон стоит еще... Еще одна... Маска. На обочине сейчас стоит в основном тяжелый транспорт. Легковые автомобили в сторону Коклева уже отбавились. А здесь блокпост, да? Погрузчики. Погрузчики. Ну, я их не вижу. Я бы, конечно, остановилась бы... Или на обратном пути бы к ним зашла бы, чтобы пообщаться. У нас очень сильно садится, садится, уходит связь, связь. И куда, в связь, вернись. Вот так выглядит блокпост. Его слегка замело. Вот. Идет погрузчик. Идет погрузчик. Сейчас... Мы за ним отправимся. Ну, погрузчик, ему тут тяжело проехать. Ой-ой-ой-ой. Пойдем, пришли погрузчиком. Мы идем, да. Все, понимал, что значит, что надо делать. Все, мы там, оторвались от него. Да-да. Серьезно, оторвались? Ну, у нас еще есть хальп. Нет. Все, мы там, оторвались от него. Слазис. Ой, это же безогрязная Что? МЧС Мы возле забора спали Ну, у меня еще есть 9% заряда Ну, они сейчас идут за 30 секунд Да Так, дорогие наши зрители Мы с вами буквально на пару минут попрощаемся Сейчас мы поменяем телефон и снова подключимся Потому что на этом телефоне осталось 9% заряда И он сейчас просто выключится Как раз на самом интересном месте Напоминаю, мы находимся на трассе Одесса-Николаев И сейчас уже приехал погрузчик Который будет вытаскивать 5 фур Которые не могут подняться До встречи Сейчас будет новая трансляция